Мобильная группа Гомельского гарвы «Канкама» протягивает мониторинг предприемства. Сегодня она наведала будущее монтажное управление Гомеля «Нергобуд». Об выявленных порушениях и огученных парадах материал наших корреспондентов. Это управление является филиалом державного предприемства «Белэнергобуд». Мобильная группа приезжает сюда около 8-го дня до официального начала прационного дня. За уваж по вытворшей дисциплине не возникает, а вось поведение документации – шмат пытаний. Во усиляким выпадку журналы «Улику» тут ведутся с такими порушениями, что, зразумеется, что робится на предприемстве, вельми складано. Скорее всего, здесь не формализм, а, наверное, или незнание, надо участвовать, или просто неисполнение тех задач, которые прописаны в должностной инструкции. Имеется вопрос, даже элементарно, соблюдение государственной собственности, передачи под охрану, сдачи под охрану. И, ну, то есть, должны все лица, которые предусмотрены в данной инструкции, должны исполнять свою должностную инструкцию. У свой час управление «Гомель Энергобуд» створалося для будовництва «Гомельской ЦЭЦ-2» и наличивало амаль тысячу працующих. Сегодня в штате засталось около 200 человек. Практично все они зараз працуют на разных объектах – от Белорусской атомной станции до предприемства энергетичной Галины Рогачева и Светлогорска. Непосредственно у «Гомеля» люди не шматали, а это не значит, что для их не треба створать належные умовы. Кали по питаниях техники безопасности за уваг у членов мобильной группы практически не было, то санитарно-бытовые умовы придется поляпшать. Справа дошла до того, что навод частка леков у аптечцы оказалась с завершенным термином придатности, не которые необходимо было заменить еще три года тому, а остатняя – летась. Аптечка экстренной медицинской помощи укомплектована не в полном объеме, отсутствует перевязочный материал некоторый, и также лекарственные средства обнаружены с истекшим сроком годности – декабрь 2019 года, январь уже 2020 года. Данные нарушения встречаются очень часто на предприятиях таких не очень больших, где нет медработников, где не владеют ситуацией. Как это должно происходить? Процедура, якая проводится практически на каждом предприятии подчас наведывания его мобильной группой, проверка на наявность укрыва алкоголя. На Гомель Энергобуде алкотест показывает нули во всех работников. Крыху позднее на околах огучить сличбы. Кали ранее, что год на предприятиях выявляли до 80% у стане алкогольного опьянения, то летось у сего каля 10. Алексей Нтеров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель.